Сотрудники регионального министерства внутренних дел обеспокоены тем, что жертвами мошенничества становятся не только пожилые люди, но и молодые, высокообразованные граждане. Только с начала года ущерб, причиненный гражданам, составил несколько десятков миллионов рублей. На встречу с журналистами и правоохранители в первую очередь отметили, что не всегда удается установить киберпреступников. Больший ущерб на сумму 14 миллионов рублей причинен в мае жительнице города Козыла, установленным лицом, которая путем обмана, воспользовавшись доверием граждан, позвонила подсотрудникам прокуратуру города Москвы, предложив получить денежную компенсацию за приобретенные ее ранее товары ненадлежащего качества. Мошенники, представившись работниками банка, убедили заявительницу перевести денежные средства на различные банковские счета под предлогом необходимости оформления документов за отправку денег и выпуска карты. Причем женщины не остановили даже предупреждение банковских учреждений. То есть неоднократно тоже сотрудникам банка были СМС-водимление о том, что вы производите очень подозрительные операции с большими суммами и вам необходимо, то есть вы действительно, ну информация была от банка, что не предупреждающего характера. Полицейские рекомендуют при поступлении телефонных звонков от сотрудников силовых структур гражданам настаивать на личной встрече. Граждане, когда им представляются сотрудниками правоохранительных органов, это у них вызывает доверие. Мы хотели бы обратить внимание, что сотрудники правоохранительных органов никогда таких звонков, обращений гражданам не осуществляют. Один из способов мошенничества связан с размещением объявлений о продаже товаров на электронных страницах, интернет-аукционных. В феврале 2022 года в МВД России по городу Кузылу обратился консультант Министерства топлива и энергетики Республики Тыва с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, который разместил объявление в группе «Хахемский уголь» в социальной сети ВКонтакте о продаже двух тонн угля. После чего, воспользовавшись доверием заявителя, предложил внести оплату путем мобильного перевода на оказанную им банковскую карту. После поступления денежных средств в сумме 4000 рублей продавец с ним вышел на связь. Не меньше и других мошеннических способов отбора денег. У нас очень много уголовных дел расследовано и находится в производстве. Это касается обещаний трудоустройства в различные, в том числе государственные органы, а также под обещанием поступления в различные учебные заведения Республики. Что касается этого, граждане не только теряют свои денежные средства, а они также теряют время, необходимое для подготовки к вступительным экзаменам. То же касается и материальной помощи при рождении первого и последующего ребенка. Почти каждая сфера жизни подвергнута опасности преступных поползновений. Способы и методы у мошенников разнообразны и они все время пополняются. Будьте осторожны и не забывайте о защите своих персональных данных.